Липовые права привели на скамью подсудимых. 22-летний слабожанин не смог сдать экзамен по практическому вождению и решил пойти другим путём. С помощью сети интернет он приобрёл поддельное водительское удостоверение, за которое заплатил 70 тысяч рублей. Его и продемонстрировал сотрудникам ДПС. Однако правоохранители усомнились в подлинности документа. При первой же проверке такого водителя эти факты быстро очень выявляются. Сегодня у сотрудников ГИБДД имеется достаточно хорошая база для того, чтобы всё это на месте провести проверку. Использование такой фальшивки карается законом довольно строго. Это уголовное преступление, и наказание за него может быть разным – от ограничения свободы до её лишения. Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, то есть упрощённая процедура, когда лицо полностью согласно с предъявленным обвинением, не оспаривает обстоятельства совершённого преступления, которые изложены в обвинительном акте. Ну и, собственно говоря, такое ходатайство заявляют после консультации с защитником. В итоге Слободской районный суд назначил молодому слабожанину наказание в виде ограничения свободы.